И я иду, и я иду за тобой И я иду, и я иду за тобой И я иду, и я иду за тобой И я иду за тобой Аллилуйя! Очень важно в жизни, когда Господь коснулся нас Не просто знать, что Бог есть, а идти вместе с Ним по жизни Согласны? По жизни с Богом! Аллилуйя! Будем петь Иисусу, будем восклицать имени Его Будем провозглашать, что Он Бог Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палом И славить имя Иисуса Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палом И славить имя Иисуса Велики и прекрасны народы, все их царства Перед Тобой станятся Божий Сын лишь для Тебя Вся жизнь моя Вся жизнь моя Ты нас освобождаешь Любовью наполняешь Огонь нас освобождаешь Божий Сын лишь для Тебя Вся жизнь моя Вся жизнь моя Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палом И славить имя Иисуса Вы только представьте, что Вместе с неба мы поем И славу Бог Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палом И славить имя Иисуса Велики и прекрасны народы, все их царства Поставляйте себе картину В конце времен Божий Сын лишь для Тебя Каждый, каждое колено Приклонится Божий Сын лишь для Тебя Все, все, все придут к Нему И скажут, что Ты Господь Божий Сын лишь для Тебя Велики и прекрасны Божий Сын лишь для Тебя Вся жизнь моя Вся жизнь моя Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палуб И славить имя Иисуса Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палуб И славить имя Иисуса Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить палуб И славить имя Иисуса Вы знаете, наша жизнь такая она интересная Бог столько совершает вокруг нас Я уже не говорю о чудесах Он такую помощь нам дает в жизни, чтобы мы с вами проходили А мы идем и даже не замечаем Иногда спросишь нас, что Господь сделал в твоей жизни Мы можем растеряться и, не знаю, Господь всегда с нами шагает Всегда Он шагает Я вам предлагаю сказать своей душе Благослови, душа моя, Господа И вся внутренность моя, святое имя Его Благослови, душа моя, Господа И не забывай всех благодеяний Его Слово нам говорит, чтобы мы не забывали То, что Бог делает Благослови, душа моя, Господа Благослови, душа моя, Господа Благослови, душа моя, господа Благослови, душа моя, господа Благослови, душа, и не забывай Благослови, душа моя, господа Благослови, душа моя, господа Благослови, душа, и не забывай Всех благодияний, о-о-о-о-о Он прощает всех беззакония твои Благослови, душа, и не забывай Всех благодияний, о-о-о-о-о Благослови, душа моя, господа Благослови, душа моя, господа Благослови, душа, и не забывай Всех богатея не его, Обращаясь в беззакония твои И мои души, Исцеляет он Все недуги твои И моя душа, Исцеляет нас погибшей, Свою венчает милостью. Благослови душа моя, Господа,благослови душа, Благослови душа моя, Господа, благослови душа, И не забывай все благодеяния Его. Скажите себе! Благослови, душа моя, Господа, благослови, душа! Благослови, душа моя, Господа, благослови, душа! И не забывай все благодеяния Его. Благослови душа моя, господа Благослови душа, Благослови душа моя, Господа, Благослови душа, И не забывай всех благодеяний, И не забывай всех благодеяний, И не забывай всех благодеяний, Бог. Потому что нас наполняет вот эта радость от того, что Иисус, Он Царь и Господь. Аминь. Аллилуйя! И здорово, что есть место, где можно восклицать Ему. Мы радуемся, Спасители наши. Аллилуйя! Когда думаю о Боге, Как Он спас меня, Как поднял меня, Как наполнил Святым Духом, Исцелил меня, И освободил, Когда думаю о Боге, Как нашел меня, Меня оправдал, И на твердой скале Поставил меня, Поставил меня, Поставил меня, Поставил меня, Как я думаю о Боге, Как Он спас меня, Как поднял меня, Как наполнил Святым Духом, Исцелил меня, И освободил, Когда думаю о Боге, Как нашел меня, Меня оправдал, И на твердой скале Поставил меня, Поставил меня, Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин Принять всю славу, Принять всю честь И всю хвалу, Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин Принять всю славу, Принять всю честь И всю хвалу, Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин Принять всю славу, Принять всю честь И всю хвалу, Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин Принять всю славу, Принять всю честь Иисус, спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя, Господь, слава! Давайте воздадим славу Господу Иисусу! Аллилуйя! Хочу передать вам привет от Господа Иисуса Христа! Господь жив и здравствует! Аллилуйя! И Он хочет передать свое здоровье, свою силу, свою благодать каждому из вас! Вы, народ, горячо любимый Богом, и в нас должна открыться любовь Иисуса! Она в нас откроется силой, переживанием и славой Господней! И когда Дух Святой наполнит вас, вы скажете, я знаю Господа, и этот момент, он обязательно произойдет! Вы знаете, вы тот народ, который Бог поднимает в это время, и все, что происходит, оно происходит во славу Господа! Истинные перемены будут происходить от того, когда Бог коснется вас! И вы будете чувствовать себя по-другому, будете ощущать себя по-другому, потому что величие Божье, оно внутри вас, и оно приходит к нам! И Бог великий! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Величие Господа Иисуса Христа! Величие и вера! И великие дела будут происходить! Когда-то один из патриархов веры Ниемия был такой библейский персонаж! Когда-то он просто подошел к Иерусалиму и увидел разрушающийся город, и ничто не защищало его, и даже стена была развалена! И он просто поверил в величие Божье! Он вышел, возвал к народу и сказал, негоже святому городу оставаться незащищенным! И за 152 дня была отстроена стена! Руки опускались, он изнемогал, народ изнемогал давать, но приходило время, он восставал, исполнялся духом, приходил, и вот стена стояла вокруг святого города! И это сделал один человек! Что будет, если каждый из нас будет исполнен верой и силой Божьей, и какие силы и чудеса и знамения Бог будет совершать? Нам нужно только опять поверить в Его Слово, твердо стоять на основании, исповедовать Его Слово, и вы увидите, что следуя за Ним, будут происходить чудеса! Будут происходить не просто аморфные чудеса, а то, за что Ты молишься, то, что Ты так сильно хочешь и о чем Ты мечтаешь в Господе Иисусе Христе, это будет исполняться! Я обещаю Тебе это, это будет происходить! Во славу Господа Иисуса! Аллилуйя! Слава Богу! Я благодарен Господу Иисусу Христу за каждого из вас! Хочу, чтобы вы поприветствовали друг друга, пожелали самого лучшего в Господе! Если это есть в вашем сердце, вы поймите, что мы туда положили, то там и находятся! Присаживайтесь с миром Божьим! Вы знаете, я начну с лирического отступления из моей жизни. Когда мы были, учились в школе, то из кружка юнатов мой старший брат притащил белую крысу такую, знаете, медицинскую, с красными глазками такую. Вот у нее, у этой крысы, ее звали Лариска, почему все крысы Лариски, не знаю почему. Вот, и вот у нее было укромное место под холодильником, где-то там во внутренности холодильника, и у нее там лежало все время что-то вкусненькое такое. И вот проходило время, и можно было слышать ночью, допустим, хруст под холодильником. Она вытаскивал то, что он туда положила, и она с большим наслаждением это кушала. И я сразу, я получил тогда урок, что то, что она туда положила, то там и есть. Дорогие мои, вот что есть в вашем сердце, то у вас есть. Понимаете, о чем я говорю? Вот что у вас там есть к людям, ненависть, протест, что там у вас есть? Что у вас любовь? Вот если это есть, то оттуда это можно и достать. И вот это очень важный момент, что мы можем дать только то, что у нас у самих есть. Очень хочется, чтобы народ Божий, знающий Господа и следующий за Ним, не доктринально, не религиозно, чтобы народ Божий, он, зная Господа, имея любовь и сострадание, могли достать из сердца то, что там есть, и поделиться с другими. И вы знаете, очень хорошо что-то туда ложить. Вот сегодня с утра, как обычно, мы встали с женой, утром читали Слово Божье. И есть несколько вещей, которые Господь просто проговорил, вот, и я положил это в свое сердечко, чем хочу поделиться с вами. Вообще хочу передать вам привет от нашего епископа Сергея Васильевича Риховского. Большой-большой вам привет. У нас было правление в Нижнем Новгороде, и хочу пару слов сказать о моей длительной командировке. Может быть, посожалеть о том, что меня так долго не было. Вначале мы три недели отсутствовали, мы были на семинарах в другой стране. И тут 12 дней меня не было, но это была необходимая поездка. Чуть-чуть можно потише? Чуть-чуть, или как гул стоит такой. И это была вот такая поездка. Я был в трех городах, в четырех даже, в трех служил. Это были город Сочи. Ты скажешь, наверное, пастор, ты там отдохнул, оттянулся. Как только я туда приехал, погода испортилась. Так что все, чем я занимался, это у меня были встречи, общения с людьми. Обратили внимание, как только я сюда приехал, погода тоже испортилась. Обратите внимание. Через два дня будет 8 градусов тепла. Ну, это так просто к сведению. И вот в Сочах я был в церкви, в которой я служил. Хорошая церковь, все. Но прямо хочется вылезти. Видно, как опытный служитель, ему уже по 60 лет опытный служит. И я видел где-то уставших людей, где-то уже для которых все обычно стало. Для кого-то... Все понятно. Для кого-то кто-то был равнодушный, кто-то на ком-то все держится. И я посмотрел, и я смотрел, хорошая церковь, хороший пастор. Я просто молился, потом ехал в поезде из Сочей в Пятигорск. И я просто молился, молился за то, говорю, Господи, пожалуйста, пусть придет жизнь. Пусть люди не будут изможденные. Пусть люди не будут в церквях такие измочаленные. Пусть люди не будут в церквях такие, знаете, уже приходя туда просто на автомате. И я говорил, Господи, пожалуйста. И вот там в городе Пятигорске тоже служил в одной церкви. Если в Сочах был пастор армянин, то здесь был пастор осетин. Жена у него тоже осетинка. И я столкнулся с разными народами. Я по груди, если я армян, очень достаточно хорошо знаю. В нашей церкви много лет дружу с армянами. И по армянской жизни мне все понятно. Как внутри семьи, как там женщины, как какие отношения, как армяне живут и так далее. С осетинами вообще ничего не знал. Вот узнал совершенно очень интересная нация. И в свое время Лермонтов их оскорбил, написав «Ленивые осетины, друг степей Калмык». Вот. Ну, когда-то осетины, кстати, единственная вот эта кавказская нация, которая добровольно присоединилась в свое время к Российской империи. Вообще много очень интересных фактов узнал. Ну, неважно. Я просто хочу сказать, что я столкнулся с очень интересными вещами и также смотрел на эту церковь. И тоже видел где-то уставших людей, где-то равнодушных, где-то каких. И думал, Господи, такие города. Сочи. Им там трудности. Народ расслабленный. Народ в курортном мышлении в таком. Понимаете? Такое городище. Мне за державу не обидно. А теперь, когда я увидел, что сделали вот к Олимпиаде в Сочах, это просто... Я не верил, что у нас в стране может быть такой город южный, красивый. Вот. И потом, когда... Приехал в Пятигорск, прямая противоположность. Полностью убитый город. Никакой. Просто вот Большое Кавказское кольцо. Мне стыдно было за эти города. Вокруг шикарной горы Бештау. Пять городов. Кисловодск, Сентуки, Минводы, Железноводск, Пятигорск. И они все никакие вообще. Никакие. И я ходил, я просто по улицам ездил. Дорог нету. Это хуже, чем в советское время у нас в Тюмени было. Просто нет дорог вообще. Просто дыры. Из дыры в дыру едешь. Бедные автомобили. И я ездил, я молился. Говорю, Господи, пожалуйста. Это такие классные места. Природа, Кавказ, климат, минеральки, все источники. Я просто молился. Говорю, Господи, измени, пожалуйста, что-то. Измени в этих городах. Чтобы люди опять поверили, что они могут жить нормально. Что в этом городе могут быть нормальные дороги. Что в этих прекрасных городах может быть какое-то развитие. Я просто молился. Я говорил, Господи, пожалуйста. И потом, когда я из Пятигорска переехал в Железноводске, я вообще впал в депрессию. Я был там в 81-м году, последний раз, первый раз, вернее, в моей жизни, когда я поступил в институт, и мы поехали с студентами на практику. И с 81-го года не переложили ни одну дорогу. С 80-го. Вот как я, а до меня еще сколько, когда ее положили. Я когда ездил, смотрел, думаю, это наша страна. И люди вот такие вот. И с моими родственниками, просто я поехал, должен быть, не был там 19 лет. И приехал, у меня там сестра, у меня там тетя родная, недавно дядя умер месяц назад. Я просто приехал их поддержать. Но когда я там оказался, нужно уже было меня поддерживать. Потому что то, что я увидел, то, во что я попал, ну просто было очень странно все это наблюдать. И было странно это все видеть. Вы знаете, я молился и говорю, Господи, пожалуйста, пусть жизнь сюда придет. Но не должны люди так жить. Они не должны быть в бесконечной нищете. Они не должны быть без надежды. Они не должны быть без всего. Я говорю, Господи, пожалуйста, пусть Твоя рука, она просто покроет эти города, вот эти кавказские города. Там живут дагестанцы, ингуши, там живут армяне, там живут осетины. Там все живут, там так много этих народов замечательных. Они все живут, они страдают, потому что там просто нищета. Я говорю, Господи, пожалуйста, приди Твоей благоговеющей рукой. Дорогие тюменцы, я вас хочу вдохновить. Вы в таком хорошем городе живете. Вы в таком замечательном городе живете. Потом я переехал в Нижний Новгород. Там у нас было правление нашего союза выездное. И там я служил в замечательной церкви. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот все, что есть, вот эта историческая часть, очень красивое место. Сходятся две реки, Ака и Волга. И такая прекрасная история. Но дальше город тоже. Улиц нет. Как только свернешь с основных трасс, ну нету, яма на яме. Я говорю, Господи, пожалуйста, приди в нашу страну, измени что-то, измени что-то, сделай, пожалуйста, Господь. В Тюмень приезжаю, перекрыли опять все дороги, все дороги новые. Все везде перестелили. Я говорю, Господи, спасибо Тебе. Мосты строят, развязки строят, все строят. И мы еще плачем, что нам плохо. И мы говорим, что нам плохо. Господа, как хорошо ездить и что-то видеть. Я просто немножечко вам поделился из моего сердца, потому что, когда ты проезжаешь по Российской Федерации, не все и не везде живут одинаково. И вы знаете, сразу вспоминаешь место из Священного Писания. В свое время, когда одному пророку, один пророк толковал сон царя, помните, да, семь жирных коров и семь тощих коров. Это было семь лет, тучных лет, когда поля изобиловали, когда не было засухи, тогда в Египте, в Израиле, когда вот это все было нормально. И потом наступят семь тощих, семь, как тощих этих коров, да, семь тощих лет. Я когда смотрю сейчас на Россию, я понимаю, что мы из тучных лет вошли в другое пространство. Но вот вопрос, что мы будем с этим делать? Как мы будем в это время трудное жить? Кто-то говорит, я просто буду выживать, но я не верю, потому что я читаю апостола Павла. И великий апостол Павел, почему я называю его великим? Потому что то, что он сделал, для нас сегодня является Библией. То, о чем он писал своим любимым церквам, он просто их любил, и он писал свои послания. И вы знаете, он писал, он говорит, когда есть времена скудости, я умею жить. И когда есть времена изобилия, я тоже умею жить. Могу в скудости, могу в изобилии. Что вы будете делать, когда у вас время скудости? Подумайте, в каком будете состоянии. Вы знаете, сегодня люди опять пошли к Богу, к сожалению, от безысходности. Потому что в тучные времена людям Бог не нужен. У нас все есть, у нас все красиво, но я вам скажу другое. И в тучные и не в тучные времена люди нуждаются в Боге. Они просто, у каждого наступает свой момент. И нам очень важно почувствовать конъюнктуру этого времени. И вы знаете, когда я читаю Священное Писание, и когда я посмотрю на Россию, я вижу очень очевидные вещи. Библия говорит, нивы побелели. Это когда хлеб созревает, нивы становятся белые. И тогда Господь просит нас и умоляет, чтобы мы молили Господина жатвы, Духа Святого, чтобы Он послал делателей на эту жатву. Вы знаете, когда ты думаешь и размышляешь о том, что вообще происходит, и ты видишь людей, которые потупили головы и говорят, нам не платят зарплаты. Люди сегодня работают за 10 тысяч рублей. Когда я был в Железноводске, люди работают за 5 тысяч рублей в месяц. За 5 тысяч рублей люди работают. В профилакториях, в которые никто не ездит. Понимаете, о чем я говорю? За 5 тысяч люди работают. У меня есть тетя, Танина тетя, она живет в городе Нижнекамск. Она за 6 тысяч рублей последние годы мыла пробирки на своей работе. В месяц 6 тысяч рублей. Знаете, что я хочу сказать? Это должно измениться. Но здесь дело не только в экономике. У людей должна быть вера. Если народ поверит Христу, в свое время Авраам Линкольн в Соединенных Штатах Америки, когда в стране была великая депрессия и великие проблемы, он призвал нацию к посту и молитве и сказал, мы будем величайшей нацией, но нам нужно поститься и молиться Господу Иисусу Христу. И вся нация объединилась вокруг этого. А уже более поздние президенты сказали о том, что наша страна будет величайшей страной. Вы знаете, в каком-то смысле это произошло. Я не за это, я говорю за веру людей, от которых зависела целая страна. Сегодня какой выбор сделаем мы? Мы сегодня российская нация, мы люди, живущие в этой стране. Мы какой выбор сделаем сегодня? Какой выбор? Что будет в нашем сердце? Что положено в наше сердце? Мы будем созерцать о том, как людям скудно живется, и смотреть на свой пустой холодильник и говорить, что все нормально? Ничего подобного. И это не главное. Холодильник это не главное. Главное то, в каком вы состоянии. Вы знаете, я иногда смотрю на людей, у которых есть все, и вижу кисляк в их жизни. Они уже томятся, не знают, что им делать. А вижу людей бодрых, наполненных Духом Святых, исповедующих слова веры, у которых особо ничего нет, у них просто другое понимание жизни, у них другие ценности. Легко сказать человеку, не обновленному и не окрепшему, давай живи верой, не смотри на свои проблемы, побеждай. Мы должны научить этому людей. Если победа есть в нашем сердце, то мы можем поделиться ее с другим. Итак, победа у тех, которые не знают Иисуса, но которые узнают, они будут жить победой, которая есть в нашем сердце. Мы поделимся с ними этой победой. Вопрос в другом. Живем ли мы в победе сами? Уверены ли мы в том, что мы победители во Христе Иисусе? Верим ли мы в то, что Россия может измениться? Верим ли мы в то, что наша жизнь может измениться? Верим ли мы в то, что вот эти пустые места, они будут заполнены новыми людьми? Вы знаете, мы на первом служении помолились за пустые кресла и просто молились и говорили, Господи, пусть каждый из нас будет тем инструментом в руках Бога, через который люди познают Иисуса и будут приходить и будут вкушать Слово жизни. Господи, я буду сейчас молиться за вас, можно я помолюсь? Давайте склоним наши головы и помолимся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся сейчас за те жизни, которые еще не видят свет в этом мире, которые еще живут по стихиям этого мира. Мы молимся, Господь, за души, которых Бог полагает нам в нашей жизни. Господи, мы молимся, чтобы пустых мест не оставалось, чтобы люди, приходя в церковь, получали восполнение нужд, укрепление, исцеление, освобождение и могли становиться учениками Иисуса, укрепляться в вере и надежде, чтобы стать серьезными, зрелыми христианами. Господи, пусть я буду Твоим источником, пусть я буду Твоими руками и ногами, чтобы творить добро и служить погибшему миру. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вас вдохновляю и благословляю. Я хочу уверить вас в очень серьезных вещах. Вы знаете, когда мы смотрим на этот мир, кто-то думает, о, я уже столько лет верующий, наверное, я проповедовал, наверное, людям сегодня не нужен Иисус. Вы ошибаетесь, люди просто не знают, кто такой Иисус. Одно прикосновение ко Христу, и жизнь меняется. Сегодня мы с вами, к сожалению, у нас сегодня интернета нет, что случилось, мы даже в интернет вещать не можем сейчас, у нас обычно, или идет вещание в интернет? Сергей, идет вещание? Очень хорошо. Значит, у нас появился интернет? У вас появился локально? Ну ладно, очень хорошо. Слава Богу, я просто не могу управлять. Я управляю с моего планшета видеопроектором, а сегодня не могу, поэтому мне сложнее. Сейчас я хочу вам зачитать очень поучительную для меня историю, которая просто коснулась моего сердца. Вы знаете, когда нам кажется, мы смотрим на этих чиновников и вельмож, нам кажется, у них все есть, они заправляют всем. Я хочу сказать, это измученные люди, которые живут в постоянном страхе и напряжении. Посмотрите, как много наших чиновников, дети у них живут за рубежом. Они не уверены, сами чиновники не уверены в нашей стране. Почему? Потому что трудно. Так вот, дорогие мои, нам нужно поверить в том, что Бог силен, что Бог может изменить нашу страну. Давайте почитаем Луки 19 главу с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некий именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом». Итак, давайте мы посмотрим. Закхей, начальник мытарей. Я в свое время читал, не обращал на это внимания. Думаю, мытарь Закхей. А он был начальник над всеми коллекторами. Представляете? Давайте посмотрим, в какое время жил тогда Израиль. Все очень просто. Римская империя. Израиль – дальняя провинция Римской империи. Управлять ей было очень тяжело. Во-первых, доступ очень удаленный. И чтобы донести какую-то весть до Израиля, сколько нужно было путешествовать, допустим, к человеку, который на конях. И вот, Израиль еще бунтовской, не принимает богов Римской империи. Всячески топорщатся, не соглашаются. Восстание зелотов там и так далее, и так далее. Всякие маковеи до этого противились грекам и так далее. То есть Израиль – такая строптивая провинция. И представляете, римляне собирали подати. Представьте, экономика очень тяжелая. Я когда смотрю сегодня санкции против России, это такое ощущение, как будто Рим собирает подати. Понимаете? И что происходит? Израилю тяжело. И поэтому фарисеи, они, чтобы искусить Иисуса, говорят, слушай, Иисус, посмотри, чей профиль на монете? Иисус говорит – кесаря. А кому нужно платить подати? Кесарю или Богу? Иисус говорит – отдавайте Богу Божьему, а кесарю – кесарево. Это знаменитая фраза, которая работает по сей день. Итак, дорогие мои, Израиль под Римской империей. Тяжело экономически, тяжело морально. Они строят козни там, на Храмовой горе и так далее. То есть очень большое напряжение в Израиле. И вот римляне нанимают коллекторов, мытарей. И над ними ставят Закхея. То есть это отъявленный мерзавец, который создает целый аппарат бандитов, которые отбирают подать. И более того, они берут сверх того, чем положено, чтобы обогащаться самим. Поэтому Закхей был такой негодяй, и все его знали, потому что все пострадали от него. И смотрите, что происходит. Мы говорим, неужели вот эти мерзавцы, или вот эти богатые, или вот эти, которые там заелись наверху, им не нужен Иисус. Я вам скажу, до поры до времени. Закхей что делает? Он был маленького роста, и из-за толпы людей он не мог увидеть Иисуса, но он хотел его видеть. И я вам скажу, нет таких людей. В правильный момент жизни каждый человек хочет увидеть Иисуса Христа. Каждый хочет встретиться. И у каждого человека придет этот интерес. Просто у каждого свое время. Смотрите, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы нам не быть у тебя дома. Народ идет, тысячи людей, исцеленные Христом, слышавшие Его Слово. Вдруг, услышав, что учитель благи, Иисус должен пойти к этому начальнику коллекторов, к этому мерзавцу, душегубцу, который силой забирал деньги у людей. Представьте себе, что у людей стало, о чем не стали думать. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вы знаете, мы с вами те люди, которые пойдем грешным людям. Мы с вами те люди, которые пойдут в те места, как Армен, тюремное служение. Вот он сейчас на первом служении был на малолетке. Пришли малолетки слушать то Слово, которое он проповедует. Те мерзавцы, мальчишки, которые воровали, насиловали и крали, они приходят слушать Слово Божие, которое на малолетке проповедует Армен. Людям нужен Иисус. И мы должны поверить в то, что Слово Божие работает, которое звучит из наших слов. Почему мы будем помазанными проповедниками? Потому что мы верим в Слово, которое проповедуем. И это Слово Божие. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда мы говорим Слово Божье, будьте уверены в том, что оно работает, и помазание будет приходить на это. Мы говорим, что я помазанный проповедник. Да нет, я просто верю в Слово, которое проповедую. И оно помазано. И это Слово делает меня помазанником Божьим. Вы понимаете, о чем я говорю? Сам без Слова Божьего я никто. Сам без Духа Святого я никто. Но когда я уверен в Слово Божье, которое записано в Библии, и исповедую, и твердо стою на нем, поэтому я помазанник. Потому что Дух Святой помазал это Слово. Вы понимаете? И поэтому, когда мы говорим Слово, когда мы его высвобождаем, и мы должны верить, мы не просто трещим, о, я там выучил несколько мест из Писания, мы знаем, что Бог Всемогущий стоит за каждым Словом. И когда я говорю, ничуть не сомневаясь, я говорю, как Иисус Христос, как власть имеющий. И Слово, которое я говорю, именем Его производит свое действие. Вы знаете, мечтайте в вашей жизни. Мечта порождает веру. Но нам нужно верить в Слово, и тогда наши мечты осуществляются. Я опять сегодня молился, сейчас сидел между собраниями, я смотрел вот на этот бетонный комбинат, который у нас здесь работает, я сидел и просто молился, и говорил, Господи, здесь будет огромный зал, минимум на 3000 мест, и он будет полный, и будет не одно собрание, и это будет происходить во имя Иисуса Христа. Почему? Потому что Ты мне, Господь, когда-то положил это на сердце. Я верю в это. И кто-то скажет, как это возможно? Я сам не знаю, но я просто верю, что когда Бог говорит, то Слово его исполняется. И если мы верим, вот мы начали строить вот это здание новое. Знаете оно для чего? Скоро мы повесим плакат, и что внутри будет. Во-первых, мы там будем молиться и исцелять наших детей. Мы будем закладывать в их сердце библейские ценности. Мы будем, в первую очередь, создавать для ребятишек возможность полноценно, качественно получать Слово Божье и библейское воспитание. Но также там будут помещения для молитвы, для восстановления людей, для того, чтобы мы могли послужить людям. Вы знаете, что такое церковь? Церковь – место восстановления. Церковь – место, где человек восстанавливаясь, освобождаясь от проблем, от болезней, он берет себе оружие Божье и потом опять выходит в этот мир, чтобы разрушать дела дьявола. Мы призваны разрушать то, что сатана творит в умах людей. Мы не верим, что растление, порнография и всякие другие извращения – это для наших детей. Мы верим, что мир, радость и любовь в Духе Святом – вот что для наших людей, а для наших детей будет актуальным. Кто в это верит? Я не верю, что растление – это то, что Бог готовит для моих детей. Я верю, что Дух Святой готовит для них чистоту, нормальную, достойную жизнь, обеспечение и здоровье. Вот что я вижу в тексте Священного Писания. Дорогие мои, читаем дальше про Закея. И вот Закей же став, когда Иисус пришел к нему, вот он, представьте, мышление у бандита, он привык выбивать из людей деньги. Вот представьте, мышление крайне испорченного человека, крайне, он привык выбивать, то есть он привык унижать людей силой. И вот этот человек, когда к нему вошел Иисус, прикоснулся к нему, с ним что-то начало происходить. Смотрите, что произошло. От Божьего присутствия Закей же встав, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим. Слава Богу, что он не поступил, как Анания и Сапфира. Анания и Сапфира спрятали деньги и упали замертво. Он сказал, честно, я не могу отдать все, я отдаю половину моего имения. И далее, и если кого чем обидел, вас дам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому твоему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Смотрите, Закей с точки зрения священного писания был погибший человек. Вообще погибший, испорченный, озлобленный, растленный, который совершал насилие над людьми. Иногда кажется, как такой человек? Так он же достойн ада, пусть он горит в аду. Но он хотел видеть Иисуса. Вы знаете, когда мы смотрим на этот погибший мир, когда мы смотрим на молодежь в ночных клубах, которые, наглотавшись чего-то, только думают о сексе и обо всем остальном. Знаете, что, придет время, и они захотят встретиться с Иисусом. Наше дело молиться за этих людей, наше дело верить, что Слово Божье, которое мы говорим в их сторону, оно будет иметь силу и действие. Я верю в это. Я верю в измененный город. Я верю в Тюмень процветающую. Я верю в Россию процветающую. Я верю в страну, где христианские ценности поднимутся на высокий уровень. Вы знаете, когда люди уже разуверятся в деньгах, разуверятся в своих силах, разуверятся в талантах, тогда они прибегут к Слову Божьему. А оно у нас есть. Вопрос, верим ли мы? Верим ли мы, что людям нужно Слово Божье? Посмотрите другими глазами. Посмотрите, как Иисус смотрит на людей. Он на Закея посмотрел именно таким способом. Представьте себе, этот бандит, имеющий высокий уровень в криминальном мире, залез на дерево. Ему было наплевать, как он выглядит. Ему было наплевать совершенно, что он очень крутой. Он просто тупо залез на дерево. И представьте себе, он хотел увидеть Иисуса. Это вселяет веру и надежду в мое сердце, что этот мир, да, погибший, но все хотят Иисуса Христа. Вы знаете, я вас вдохновляю на дело Божье. Обратите внимание, что Иисус, Он выходил к людям. Он шел, и Он видел вот этих Закеев, Он видел мытарей, Он видел проституток, Он увидел еще кого-то. Он не был, который сидит с утра до вечера в доме. Он собирал учеников в синагогах и так далее. Учил, как власть имеющих. Затем говорит, пошли отсюда, хватит сидеть, пойдем туда, пойдем сюда. Более того, Он совершал точечные, самостоятельные походы. Обратите внимание, когда Он пришел в Самарию, никого вокруг не было. Он оказался в людном месте, там, где люди брали воду в этой местности, и встречает женщину с водоносом. Еще раз, Иисус шел в людное, публичное место. Около колодезей, колодезей было мало в Израиле. Люди пили воду и общались. Там у них был обмен информацией, там спрашивали о родственниках и так далее. Но знаете, Самария – это место, где не жили иудеи. И для иудеев, хотя самаряне думали, что они потомки Авраама, но для евреев, самаряне, они с ними, то есть, не общались с евреем, они их не считали своими. И вдруг Иисус приходит к не своим. Он приходит в Самарию, он приходит к людям, к которым он не должен пойти. Обратите внимание, это был четкий показ, точечная акция, как Иисус персонально спасал людей. Это было с блудницей. Один на один, все ушли, гонитель, и он остался и говорит, иди впредь, не греши. Один на один, процесс спасения. Обратите внимание, Закеем, он из всей толпы выбирает самого мерзкого человека. Он верит и знает, что спасение приблизилось к дому. Он берет, и тот с радостью впускает его. А мы иногда думаем, что это невозможно. А ты пробовал? А ты пробовал? Я хочу вдохновить вас в вере. Дорогие мои, пробуйте. Почему? Я хочу рядом с вами видеть людей, которые не спасены, но будут спасены. О которых вы заботитесь и любите. Вы, может быть, не все знаете, как им служить. Мы вас научим, мы подскажем. Но главное, чтобы рядом с вами был такой человек. И сегодня проповедь, цикл проповедей называется «Философия одной души». Вот сегодня второе, одно я проповедовал между командировками. Сегодня из цикла «Философия одной души» я проповедую вторую проповедь. И она называется, просто я не мог «Иисус выходящий». Иисус выходил навстречу людям. И вот он пришел в Самарию, и женщина подходит, а он сидит, ему хорошо. И женщина подходит с водоносом, говорит, «Я дам тебе воды». Она ему говорит, «А у тебя даже кувшина нет. Как ты хочешь мне дать воды?» Он говорит, «Если ты вода, которую хочешь взять, попьешь, будешь опять жаждать. А воду, которую я тебе приготовил и тебе дам, поотведав, ты уже не будешь жаждать вовек». Она говорит, «Как это?» Он ее тогда спрашивает, «Где твой муж?» Она говорит, «У меня нет мужа». Он говорит, «Ты права, не солгала». Это я добавляю уже, интерпретирую. «Ты не солгала. У тебя было пять мужей, но тот, с которым ты живешь, он тебе не муж». Она хоба-оба, пророк около меня, истинный пророк, представляете? И она тогда, смотрите, что происходит. Когда мы говорим о человеке мира, иногда Бог дает нам ключевого человека. Закей был ключевым, представляете? Если Закей покаялся, представляете, он мог привести ко Христу всех мытарей остальных, которые были в его подчинении. Вот этот человек, через которого Бог мог мог могучим образом действовать в этом царстве тьмы. Здесь то же самое. Самарянка, что она сделала, когда встретилась с Иисусом? Она, во-первых, услышала весть о том, что они больше не будут молиться идолам на высотах. И она поняла, услышала весть, что вот этот Божий человек сказал, что будете молиться и поклоняться Богу в духе и истине. Она получила великие слова спасения. Дорогие мои, я вас благословляю, хочу вдохнуть вас в веру. Дорогие мои, всегда приходите, никогда не ставьте, особенно воскресное богослужение, никогда не ставьте ваши дела выше. Почему? Место общения, место действия Духа Святого для совместного исповедания, хвалы и поклонения. Это очень важно. Будьте дисциплинированы в важных Божьих вещах, в вашей молитве, в чтении Слова Божьего, в посещении богослужений. Почему? Потому что, когда наступит день злой, вы будете готовы. А если вы расслаблены к Божьему делу, относитесь, вы и получите то, что сеяли. Дорогие, я вас благословляю и хочу сказать, что жив Бог в вашей жизни. Поверьте Иисусу Христу, что если вы вкусите, не будете жаждать вовек. Еще раз, когда вы вкусите его воды, не будете жаждать вовек. Это то, на чем мы стоим. Это то, что вы должны привести. Привести свою жизнь, привести вашим родным и близким. Вы не должны принести нашу церковь, пастора Сергея. Нет, вы должны принести Слово Божье в ваши дома, в ваши семьи. И поклонники Божьи будут поклоняться Богу в Духе и Истине. А как это, мы научим и мы подскажем. Да благословит всех нас Господь. Я верю, что у вас тоже есть вера. Я верю, что вы доверяете Слову. Я верю, что вы будете исполнителем Слова. Дорогие мои, когда вы окажетесь в каком-то месте, знайте, что вы оказались не случайно. Вы только попросите Бога, и Бог вам покажет людей, кому вы можете рассказать. У церкви есть два крыла благовестия и ученичества. Мы благовествуем, говорим людям о Христе. Люди начинают интересоваться, и мы делаем из них христиан, учеников Иисуса Христа. Это самое важное. И у меня есть один вопрос к вам. Если мы не благовествуем, если мы не делаем учеников, зачем мы здесь? Это вопрос каждому из нас. Если мы не благовествуем, и если не делаем учеников, вопрос, зачем мы здесь? Я хочу, чтобы вы над этим поразмышляли у себя дома. Поразмышляйте над этим. Просто приходи в церковь. Помолиться за свои нужды вы можете и дома. Задайте себе вопрос, зачем вы здесь? Для меня этот вопрос очень важен. И я хочу, вы знаете, я просто хочу, чтобы Бог обновлял мое видение каждый день. Каждую минуту, каждую секунду. Понимание целей, куда мы идем, зачем мы идем. Вы знаете, один раз Иисус опять с толпой учеников шел. И вдруг сидел на углу при дороге слепой в Артемей. Он ничего не видел от рождения. Он был слепым. Вот представьте себе, какой мир у человека, который не видит. Когда человек сидит в тюрьме, его мышление и мироощущение, и весь мир сужается до размеров камеры, тюремной столовой и двора, в котором он может ходить. У него мышление сужается. Когда человек слепой, его мир сужается до уровня ощущений. То, что он может потрогать руками и понюхать языком, и понюхать носом, попробовать языком. Все. Мир сужен до предела. Тима. И представьте себе, такой человек, как он жаждет, чтобы его мир расширился. Чтобы он увидел наконец-то. Представьте, человек хочет больше всего этого. И вот люди, не знающие света, да, они живут в этом мире, но им еще не открылся Христос. И в Артемей, услышав, что идет толпа, и он начал спрашивать у людей, которые проходили, кто там, кто там. Ему сказали, учитель идет, учитель Иисуса, он уже слышал о нем. И он начал кричать в толпу. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Толпа идет мимо, ему кричат, да, Иисусу не дело для тебя, ты сидишь тут слепой, и сиди, и вот сиди, и вот толпа уже начала отдаляться. И что начало происходить? В Артемей продолжал кричать. Он кричал и кричал, и говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И Иисус услышал и сказал, кто это кричит? Ему сказали, а там слепой в Артемей валялся тут вот на обочине всю жизнь, инвалид. Много было инвалидов. Никто на колясках не ездил, никого не лечили, не было такой медицины. И вы знаете, Иисус сказал, приведите его ко мне. Ему подошли, сказали, вставай, учитель зовет тебя. И вот он подошел, говорит, что тебе надо? Он говорит, хочу прозреть. Хочу, чтобы мой мир стал в красках. Хочу видеть. Хочу видеть твое лицо, учитель. Хочу видеть моих родителей. Хочу видеть моих родных и близких. Хочу видеть Святой Храм Божий. Хочу видеть. И тогда Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. И он прозрел. И мир для него открылся. Другой мир, настоящий, который он всю жизнь свою не видел. Вот так же и со Христом Иисусом. Когда мы благовествуем, и человек принимает Слово Божие, мир открывается для него, доселе невиданный. И эта суета жизни становится маленькой. И любовь начинает приходить. И с человеком что-то начинает совершаться, как закеем. Что с ним произошло? Озлобленный человек, преступник, в одну секунду встал, сказал, половину имения отдам нищим. И тем, кого обидел, в другом переводе написано, тех, с кого взял сверхмеры, верну в четверо. Это в новом русском переводе написано. С кого взял сверхмеры, то есть они выколачивали сверхмеры с людей. Я хочу Иисуса Христа, а ты? Я хочу, чтобы этот мир, который нам открыт во Христе Иисусе, мы могли донести до людей. Я верю, что Россия может... Мы не подались гомосексуализму, однополым бракам и всем остальным. Мы единственная держава с ядерным оружием, которая не приняла однополых браков. И христианские основания, они лежат в нашей стране. Я верю, что Россия может подняться великой страной. Я верю. Не за счет ядерных боеголовок, а за счет того, что нация возродится ради Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа Божия, мы приходим к Тебе, и мы веруем, Господи, что Твоя сила, Твоя слава, Твоя любовь, они могут изменить эту страну. Мы верим, Господь, что все люди нуждаются в Иисусе. Мы верим, что Бог будет призывать каждого в свое время. И мы те источники жизни Господней, которые Ты, Боже, будешь использовать. Ты будешь использовать нас. Да не будем мы равнодушными, Господи, во имя Иисус. Мы будем открывать людям мир Господа Иисуса Христа, мир Царствия Божьего. И это наше призвание во Христе Иисусе. Благодарю Тебя, Господи, за каждого брата и сестру на этом месте. Благодарю Тебя и прошу, чтобы Слово Твое укоренилось и утвердилось в наших сердцах. Во славу Господа Иисуса Христа. И все мы скажем Аминь. Слава Богу. Воздадим Господу славу. На первом служении мы молились за нашего брата Красноперого Вениамина. Парень пошел в армию. Мы его благословили. Пусть мужчины приходят. Правда? Слава Богу. Аллилуйя. Жив Господь. Я хочу сейчас обратиться к кому-то, кто здесь, возможно, первый раз. Мы евангельская протестантская церковь. Возможно, что-то по-другому выглядит. Но суть не в этом. Главное то, что мы верим во Христа распятого и Христа воскресшего. И я сейчас очень сильно хочу, чтобы те, кто здесь первый раз, могли вместе с нами помолиться. Конечно, это по вашему желанию. Мы будем все вместе молиться. И для меня эта молитва важна. Потому что, когда я молюсь ей тысячный раз, я также очищаю сердце и обновляю мой завет с Господом. Это очень хорошая молитва. Молитва обращения ко Христу. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, Я верую, что Иисус, Сын Божий, Он Спаситель. Иисус, я знаю, что я грешник. Я согрешал. У меня были грешные мысли, желания. Очисти совесть мою от всякого греха и даруй вечную жизнь в Твоем Царстве. Ты мой Бог и Спаситель. Благодарю Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Мы очень рады. Если вы пришли и вы молились, если вы пришли и вы молились, Субтитры сделал DimaTorzok